У медали есть название «За труды на первой всеобщей переписи населения». На аверсе вензель Николая II, на реверсе надпись и дата 1897 год. Нашли награду в огороде. Первая перепись населения проходила бесплатно. И самоотличившимся давали как мужчинам, так и женщинам. Значков, связанных с переписной компанией, у пенсионеров всего три. Но каждая история. Здесь и нагрудный знак последней переписи Советского Союза. 2009 год уже во время независимой Беларуси. Артефакты с удовольствием показывают нынешним переписчикам. Компания в стране идет активно. Сейчас как раз специалисты начали ходить по домам. Кому принадлежала медаль и как она оказалась в земле, в деревне никто не знает. Обнаружили ее просто, когда перекапывали огород. Так что местные теперь внимательно всматриваются в каждый комок земли. Вдруг еще одна сенсация под картошкой или клубникой. Номер дома. Разглядывая находку, разговор заходит и об условиях работы. За 10 дней переписчику надо обойти жителей 30 деревень. Выручает техника за несколько минут разговора. Переписчик быстро заносит в базу все данные. Больше ста лет назад все было вручную, на бумаге. А чтобы систематизировать сведения, нужны были годы. В чем нет отличий, так это, наверное, в душевном приеме, который оказывают сельчане. На селе хорошо встречают переписчиков. 10 лет назад я участвовала в переписи. Так же было. Тоже хорошо встречали. И сейчас. Может быть, потому что у меня тут люди местные немного знают, поэтому не знаю. Но, во всяком случае, все хорошо. В семейной коллекции Анатолия Красицкого уже более 800 значков. Но, зная увлечение пенсионера историей, даже из соседних деревень несут самые разные находки. Тут и утюги, и коромысла, но больше всего монет. Я еще перекопала, думаю, что-то так мелькнуло. Она же была в грязи. Вот, 21 копейка 1929 года. Вот, понимаете, что-то такое. Ну, и я так еще заинтересовалась. Ну, градки же мы как тщательно перекапываем. Потом их там граблями все. А, думаю, может, еще там клад найду. Нет, больше ничего не нашла. Рядом с огородом коллекционера сегодня чинили водопровод. И он, конечно, не упустил случая лично изучить культурный слой в самом центре села. Впереди, говорит, своя личная перепись. Будет систематизировать все, что нашел за эти годы. И, может быть, наберется на маленький музей. Олег Шапель, Олег Горинов. Наши новости.